Продолжение следует... Праздник Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых почитаемых на Святой Руси. В 910 году, 14 октября по новому стилю, в Константинополе, во Влахернской церкви, во время всенощного бдения, одному из присутствующих в ней привиделась идущая по воздуху Царица Небесная. Преклонив колено, Богоматерь начала молиться, а потом, сняв с головы покров, распростерла его над находящимися в храме людьми, как бы укрывая или защищая их от врагов видимых и невидимых, которые осадили Константинополь и уже готовы были праздновать победу. Явление Богоматери было воспринято молящимися как счастливое знамение. Да и в народном календаре покров дата знаменательная. Не раз удивлял в этот день людей октябрь грязник, обилием выпавшего снега и крепким морозцем. Бывало, еще накануне праздника серым киселем расползались дороги, перепаханные под зиму поля напоминали болото, а ночью вдруг начинал валить с небес решительный снежок, к утру на целый вершок покрывая чистым белым пологом уставшую от сырости землю. Недаром до сих пор живут в народе пословицы и поговорки. Покров землю кроет то листком, то снежком. На покров до обеда осень, а после обеда зима. Вот тебе и покров, коли белые мухи на нос садятся. Впрочем, иногда выдавалась в этот день теплая погода, да и потом провертывали теплые деньки, но реденько. Поэтому к празднику избы старались утеплить, конопать от двери и окна, приваливая и без того, казалось бы, надежные завалинки. Для этого стаскивали с конопляника в сутолоку, спутанную солому, наваливали ее плотно вдоль стен, захватывая порой и часть окон, а сверху слегами или досками укрепляли. Хотя находились среди деревенских старожилов люди, не обременявшие себя подобными хлопотами, а искренне считающие, что если на покров протопить печь яблоней, то всю зиму в тепле проведешь, ни о чем не заботясь. Проверить столь смелое заключение можно было только зимой, а пока по осенним законам проходила деревенская жизнь. На покров, например, полагалось скотину закармливать, чтобы она зимой от бескормицы не страдала. Поэтому в этот день с утра пораньше выносили во двор пожинальник, особый, специально заготовленный ильинский сноб овса, и торжественно скармливали его буренком, зорьком и ночком, благодарным и чащим в ответ на столь лестное для них обхождение. По кровам завершался сельскохозяйственный год, и подводя итоги урожаю, в некоторых российских губерниях разворачивались широкие шумные ярмарки. У деревенских мужиков после уборки хлеба работы оставалось мало, поэтому они охотно шли в отходники, устанавливая сроки найма от покрова до срока им необходимого. А на селе в это время заканчивались хороводы и начинались вечерние засидки. Главным же событием этого праздничного дня оставались все-таки свадьбы, готовились к ним всем миром, ждали с нетерпением, ведь октябрь хоть и был месяцем ненастья, зато сулил семейное счастье. А если игралась свадьба на покров, да к тому же выпадал в этот день снег, считалось, что крепким и благополучным будет союз, заключенный в этот день между двумя любящими сердцами. Но не всем улыбалось счастье, поэтому девушки, не сумевшие в срок сыграть свои свадьбы, торопились в церковь, чтобы первыми успеть поставить праздничную свечу, гарантирующую, если верить слухам, скорое замужество. Потому как горела свеча, можно было о своей дальнейшей судьбе загадывать. Ровное, невысокое пламя сулило жизнь тихую, безмятежную, без особых осложнений, но и без неожиданных радостей. Пламя яркое, слегка мигающее, говорило о доле переменчивой, в которой и счастью, и волнением было место. Если свеча горела очень ярко, да тому же громко потрескивала, ее обладательнице предстояла жизнь веселая, бурная, полная чудесных приключений и необыкновенных событий. А пока одни лишь мечтали о супружестве, другие, захмелев от морозного снежного покровского утра, мчались в свадебных поездах навстречу своей счастливой судьбе. После заключения семейного союза к свадебному пиру следовало другой дорогой домой возвращаться, а молодым строго-настрого запрещалось в главные ворота проходить. Они либо в заднюю калиточку протискивались, либо через забор во двор перелезали. Старшая в семье жениха или невесты женщина перед приходом из церкви молодой четы прятала под порогом незапертые замки, и как только молодые заходили в дом, замки запирали, а ключ в колодец выбрасывали, чтобы союз нерушимым был, да и муж с женой никогда не расстались, а жили долго и счастливо. По погоде в этот день судили о предстоящей зиме, а потому примечали, если ветер дует с севера или востока, зима будет студеная. С юга теплая, с запада снежная. Ветры с ветрами путаются, то и зиму надо ждать непостоянную. Крупа на покров падет, жди на неделе мороз. С березы и дуба лист упал не чисто к строгой зиме, а чисто к легкому году. Братья-месяцы